Всем привет, друзья! Сегодня у нас вторник, 18 января. Температура на острове Уайт плюс 7. Ночью было 3. Практически крещенские морозы наступают. Друзья, сегодня неплохой опять день у нас. И я гуляю здесь по набережной города Шанклин. Я сегодня хочу вам показать и рассказать новости о квартирах, которые уже у нас фигурировали, которые я вам уже показывала. Вот сейчас мы посмотрим здесь сразу за этой церковью, очень красивой, за углом. Новый дом. Он уже практически достроен. Мы там были. Но пойдемте посмотрим, что там происходит. Этот дом, вот его здесь описание. Luxury Living Bay House Apartment. Это получается, что осталось несколько последних квартир. Вот он, красавчик этот дом в натуральном виде. Посмотрите, уже практически все завершено. Строительство. Ну вот остался здесь край немножко. Они бы уже завершили. Я думаю, что их просто немножко затормозил вот этот вот локдаун. И затормозил, конечно, праздник. Сейчас у них тоже. И никто здесь не работает. Ну, а мы с вами все равно посмотрим. Я вам немножко объясню для тех, кто интересуется. Вот цены. Я опять напомню вам. Вы, наверное, не все смотрели первое мое видео. Значит, самая дорогая квартира была продана за 750 тысяч. Видео посмотрите. Посмотрите там наверху. Вот еще один балкон с видом шикарным на пролив Ла-Манш. Вы знаете, виды здесь, конечно, грандиозные. Еще раз повторяю. Ну, конечно, все равно эти цены. Вот смотрите. Здесь уже проданы много квартир. Вот этот вот такой вход. Серой коробки. Вот этот вход, видите, да? Огромные окна. Справа и слева наверху на втором этаже балкончики. И эта квартира, которую я вам показывала, которая была вообще совершенно еще не готова, не в приглядном виде. И странно для меня было то, что там внизу спальни, а наверху кухня и большая комната, sitting room, так называемая здесь. Странная планировка. Тем не менее, несмотря на то, что она стоила 400 тысяч фунтов. Просто немыслимо огромные деньги. Но видите, купили, все купили. Вот я вижу уже вход такой цивильный. Помните, мы здесь по кирпичикам прыгали. Но вы-то, может, не помните. Потому что вы не прыгали, а я-то точно здесь едва-едва перепрыгнула. Вот сюда мы поднимались. Вот они, эти квартиры с 8 по 13. На втором... Двухуровневые квартиры. Да. И вот здесь вот с краю. Сейчас покажу вам тоже. Вспомните эту основную огромную квартиру за 750 тысяч, которая была куплена. Самая первая, как ни странно. И то, что я вам говорила, что ее купили дети каких-то наших новых русских. Что неудивительно, в общем-то. Без комментариев. Здесь жаль мне, например, то, что здесь сразу изначально не было квартир с одной спальней. Здесь квартиры 2, 3, 4 спальни. Вот такие вот огромные. Ну, вот понимаете. Поэтому, наверное, и цена такая высокая. Эти квартиры также покупаются не в собственность. Эти квартиры также покупаются на длительную аренду. И здесь оплата Service Charge за обслуживание. Также. Но вот сначала они говорят изначально, что она будет стоить 800 фунтов в год. Что очень даже неплохо. Но, вы знаете, как говорится, было бы сказано. И если потом ее начнут поднимать, то вы уже никуда не денетесь. Только либо платить, либо переезжать в какое-то другое место. Главное, что вас сейчас заинтересовывает покупать здесь квартиры. Ну, и знаете уж, я, коль скоро опять стала вам рассказывать про покупки и продажи этих квартир. Новых и не очень. Сегодня я хочу рассказать вам историю той квартиры, которая мне понравилась больше остальных. И в которую я вам показала и даже назвала квартира мечты. Естественно, квартира неплохая, конечно же, но сказать, что это квартира мечты, это было бы как-то немножко неправильно. Конечно же, если бы я уж мечтала о какой-то квартире, то я бы себе представила совсем другую, новую, красивую, отдельную. Вот типа того дома, что я показала, возможно, даже. И хотя и говорят, что деньги это не главное, но понимаете, без них никак не прожить. И они дают всё-таки какую-то свободу и сбытие мечт своих. В этом доме двухэтажном, викторианском, очень неплохом, на втором этаже слева, вот окна эркерные, это как раз квартира мечты, как я её называла. И я иду сейчас мимо и вижу вывеску, вот видите, там написано красным, что квартира уже продана. Квартира продана в агентстве Ватсонбул и Портер. Агентство, хотя и неплохое, но сейчас оно практически не имеет никаких новых квартир. Не знаю, англичане любят это агентство. И квартиры быстро сразу продаются. Но, по-моему, даже, вы знаете, квартира эта была выставлена в начале в другом агентстве. Давайте мы с вами сейчас, чтобы вспомнить это всё, быстренько посмотрим коротенький отрывочек из этого сюжета. Это на это квартира. На втором этаже площадь квартиры 54 квадратных метра. Она состоит из бедрум, ланч-рум и совместно с китчен, с кухней. Вот кухню я показываю. Кухня не так и маленькая. Три на два метра. Здесь всё уже есть. Бойлерное отопление такое же, как у меня. И даже вы посмотрите, что у них плита такая же серая, как я себе купила сейчас новую. И вы знаете, ну вот, наверное, не зря она мне понравилась, эта квартира. Потому что она очень похожа на мою. Такие же окна эркерные. Моя квартира 55 квадратных метров сейчас. И когда у меня тоже есть бойлер, я считаю, что вполне соответствует. Друзья, я хочу что ещё тут сказать. Значит, у этой квартиры единственное, что это сервис-чардж. Оплата месячная Лисхолд всего лишь 80 фунтов в месяц. А вот за мою квартиру, как вы помните, я плачу 250 фунтов в месяц. Вот это, конечно, огромные деньги. Поэтому надо что-то думать. Вот я показываю опять спальню. Большая. Очень большая комната. Спальня 4 на 4 метра. Ну, 16 метров, не знаю, может быть, кто-то скажет, не такая уж она и большая. В общем, эта квартира всего лишь летом побыла на продаже неделю. Они её выставили за 120 тысяч фунтов. Я предложила им 110 по своему бюджету. Ну и вот они, конечно, сразу отказались. А потом, когда я стала узнавать, что произошло с этой квартирой, мне сказали, что они её сняли с торгов буквально через неделю. Передумали, наверное, продавать. И вот, видите, сейчас я связалась, кстати, с этим новым агентством, Ватсон, Булл и Портер. И у них поинтересовалась, когда была выставлена эта квартира и за сколько её продали. Так вот, по второму разу они её уже выставили сейчас. За 145. И она ушла в лёд. Точно так же никаких сейчас там данных на сайте этой компании об этой квартире нет. Она ушла сразу же. Представляете, со 120 до 145 поднялась цена буквально в течение года. Ну а я, так как часто здесь гуляю мимо этого дома, увидела, что квартира продана и решила с вами поделиться. Вообще, для меня эта новость неплохая. Потому что, как я уже сказала, квартира похожа на мою. И примерно я теперь представляю, за сколько я могу продать, если надумаю свою квартиру. Хотя, если спросите меня, что я всё-таки надумала по поводу своей квартиры, пока я ещё до конца не решила. Возможно, всё-таки буду переезжать на материк, туда, на Большую Землю, как и хотела. Субтитры создавал DimaTorzok